Начинается наше новое путешествие. Как будто бы кусать, есть воздух. Он такой очень плотный, сладкий, вкусный на вкус. Здравствуй, родимый! Попали в лапы местных. Миша уже забыл, когда в палатке последний раз спал. Солью в задницу не выстрелят. Что, скрепить твое потертое седло? Ну что, начинается наше новое путешествие. Возвращаемся обратно в Африку. Сейчас поедем снимать. Сейчас мы пока вдвоем с Мишей идем. Если помните, Миша с нами ездил уже много. Где по Африке? Это не Миша, это вы с Мишей. Ну, мы вместе, ладно. В общем, едем. Время полпятого. Уже даже 5 утра. Приземлились в Уганде, Кампале, Интебе. Аэропорт рядом с Кампалой. Видите, пустой аэропорт, никого нет. Только маленький Ютифри. Значит, поменяли деньги. Вот такие вот, красивые. Да. Со зверями. Что за засаду? Не берут старые деньги здесь? За засаду? Я по привычке доллары брал просто нормальные, обычные доллары, какие мы используем. А тут засада с тем, что берут только 2000 на годов. То есть, 1996 года это уже не доллар. Ну и курс, соответственно, в аэропорту вот такой. В банке мы построили в интернете 3,650 официальный курс. Ну, в принципе, небольшая переплата. Багаж получили. Все. Едем на такси и за дастером. Ну все. Выходим из аэропорта. Сейчас. Hello. How are you? Good. Вот такие охранники с калашами. В общем, у нас машина стоит в отеле, которая называется 4 пингвина. Окей, и тебе. Все, калькулятор помог понять, что 45 тысяч это 12,5 долларов по тому курсу, который мы поменяли. Поэтому мы едем. Вот видите, полный сервис. Все как полагается. Сейчас поедем. На такси, на самом деле, их не очень далеко. Главное же не это. Главное, воздух африканский. Вот первый шаг с трапа и в воздух. И птицы орут. Ну, слушай, воздух такой, потому что еще солнце не встало, влажность высокая. И поэтому... Да, да, да. Ну, вот этот воздух я первый раз почувствовал на Амазонке, когда я из самолета вышел. Но там был день. Ну, да. И это реально вот это... Венесуэля, да. Вот это ощущение, когда ты можешь как будто бы кусать. Есть воздух. То есть он такой очень плотный, сладкий, вкусный на вкус. Вот время 5 утра. Птички поют. И мы едем за нашим Дастером. Ночь провели в отеле у знаменитого покорителя Африки Кашигина Романа. Отель называется «Четыре пингвина». А мы здесь оставляли машину на почти, сука, 2 месяца, наверное. Мы сейчас пойдем ее забирать. В отеле ее нету. Он ее отогнал к себе домой. А, вот так вот? Да. То есть мы стоим сейчас на балконе отеля. А его домик вот этот красный и розовый. Сейчас мы пойдем там машину заберем. Вот такой вот у нас номерок. Две кровати, душ, ванну, туалет. И все. Да. Три. 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 Субтитры подогнал «Симон» У нас с Романом есть несколько общих знакомых, которые нас познакомили Но вообще, в принципе, он здесь живет, организует туры по всей Африке Необычные туры Никогда так раньше не делал, но оставлю ссылку на него в описании, на Facebook или на сайт Чтобы вы могли посмотреть, что у него есть, может быть, что-то интересное для себя найдете К сожалению, сейчас он сам в Москве Он живет в Уганде уже много лет У него жена, дочери здесь живут, учатся в школе Вот просто так получилось, что он в Москве, а мы приехали к нему в гости Сейчас его жена даст нам машину и ключи от нее Волнительный момент Ром, если ты смотришь какие-то видео, спасибо, что приютил нашу машину Потому что не хотелось оставлять ее в отеле, либо в дилерском центре Вот так здесь под присмотром, под чутким присмотром Романа и местного персонала работающего Она здесь простояла некоторое время Вот он у нас, дастер стоит Здравствуй, хорошая Вон там собака Здравствуй, родимый Сколько, Миш, ты его не видел? Год Год, как мы расстались Вот так вот, представляете, год Тут Миша не видел машину, а дастер не видел Мишу Ну что, завелся с полоборота, как и должно было быть Сейчас поедем навстречу приключениям, хорошим, надеюсь Единственное, что у нас не так, это колеса Колеса уже подустали Колеса по-хорошему надо менять Да я тебя умоляю Протектор уже такой Рома, я тебя умоляю Если поедем по диску, ну вы нафиг В диске, чем более низкая резина, тем меньше вероятность, что ты закопаешься Если поедем по диску, мы еще и спускать их будем до полуатмосферы Диспозиция наша сейчас такая Мы находимся в Энтебе Недалеко от столицы Уганды, города Кампалы Двое наших друзей, которые прилетели на день раньше Сейчас мы ждем, где они находятся Либо они в Танзании, либо они в Кении На связи они пока не вышли Но мы ждем от них информации, решаем, куда ехать А пока Миша сказал, что он хочет во что бы то ни стало искупаться в озере Виктория Вот он нашел себе пляж Миш, а здесь вроде нормальный заход Пологий А под кустиками поднырнешь и все Так и Миша нашел себе выход к воде Миш, купаться-то пойдешь? Я сначала тебя запущу Если все будет нормально, крокодилы не съедят с бегемотами То я тоже, пожалуй, попробую А я уже купался, в Виктории я не буду Если честно, вода, конечно, грязная В общем, очень грязная Нам таксист вчера говорил, что вода в Эриклир Ну, в таксиста и цена до отеля была поначалу 45 тысяч шиллингов Продолжаются африканские будни Как видите, мы едем по шоссе Движение левостороннее Но вся фишка в том, что мы едем по встречке Потому что настоящая наша полоса вот здесь вот идет Вот за этой бетонной плитой Да, в общем, мы на эту дорогу попали нелегально Вот видите, вот эти съезды Вот мы по такому съезду проехали по плохой дороге Вот угол характерный Это угол градусов 45 И вот мы сейчас по такому углу 45 Дастер наш, вернее, не мы, дастер нас вытащил Причем из лужи, сидя с задними копытами в говнище в полном Чем ты его в говнище засунул задними? Ну, потому что по-другому было не проехать Меня снесло вот так вот, когда я попытался поначалу по диагонали выехать И хорошо, что передние колеса уцепились все-таки за более сухой грунт Нас снесло практически не перевернув Вот так вот поставило именно мордой вверх А если бы не это, то я не знаю, чем бы сейчас все закончилось Сейчас бы поднимали машину Едем Вот получилось у нас при сети дня приехать на экватор Вот такой вот он знак Все стоят и сфотографируются Все туристы Все, вот мы попали в лапы местных Они с нами все фотографируются Куда с ним, чтобы самим посниматься Все с нами снимаются Все, все по очереди У них считается типа круто сфотографироваться с белым Это примерно с удачу Вот, поэтому они, ну некоторые, не все Но так любят это делать Но все равно, когда ко мне подходят сфотографируются Я карманы проверяю периодически На всякий случай После долгих мучительных поисков мы нашли Афель Котьярд Но не это привлекло мое внимание А вот это вот Мазда Которая ездит в Уганде На демисезонной резине Классно Идем покушаем Музыка играет Птички поют Сейчас здесь все будет И вай-фай, который мы ищем уже день И еда И обмен долларов Бензин в Уганде стоит 3800 шиллингов Это примерно где-то доллар 10, доллар 20 Поменяли доллары на заправке Как это 100 тысяч миллионов раз сделали Курс не супер выгодный Но и не супер плохой Разница всего лишь процентов где-то 5 от аэропортового В аэропорту, короче, самый крутой курс был Пока что из всех, которые мы видели Такой парадокс В аэропорту мало поменяли, думали, курс не очень Но на самом деле был хороший Надо было немного больше Вот, залили 35 литров На 135 тысяч шиллингов Окей Они работают за комиссию От заправленного бензина И сейчас, чтобы вошло больше бензина Он его утрамбовывает Короче, только что качал машину Да, вот так вот Ну как? Нормально влезло? Все, 36 литров вышло Иногда поиск отеля в Африке превращается в настоящее приключение Вот как сейчас Отели по карте видим Найти их не можем Те отели, которые можем найти Ломят ценник От 100 долларов за человека Сейчас мы решили вернуться Ну, изначально мы заехали просто в кемпинг один Нас там приняли Но мы решили попытать счастье еще Мы счастье попытали И сейчас возвращаемся обратно в этот кемпинг Если бронировать заранее То тоже есть проблема в том, что ты можешь приехать, а никого нету У меня такое было несколько раз То есть приезжаешь, долбишься, охранник есть А никого на ресепшене нету Во-первых Во-вторых Короче, у нас нет интерната, чтобы заранее бронировать Ну, я обычно раньше писал жене смс-ку Что мы в таком-то районе будем Сегодня Она подбирала несколько вариантов Вот Но сейчас мы Полностью на самообеспечении В автономной работе находимся Поэтому ищем себе отели ножками Ручками Да, Миша? Колесиками Колесиками Ну, зато сейчас в кемпинге В палатке поживем Вон, Миша уже забыл, когда в палатке Последний раз спал Привык все В трехэтажных квартирах жить в центре Москвы Вот такое вот местечко Свернули в какие-то кусты Сейчас подъедем Надеюсь, нас там еще не забыли Охранник еще не уснул Они все рано домой Уходят и спать, вложатся И поэтому Такая вероятность тоже есть Так, что-то охранник, кажется, спит уже Вот такой вот заборчик Ладно, перелезу Надеюсь, он мне солью в задницу не выстрелит Пойду разбужу главного Главное не встать на черную мамбу Потому что иначе она обидится Hello В итоге мы приехали в отель Старговали цену в два раза И сейчас заселяемся в номерок Номер в итоге вышел за 50 долларов Очень цивильный отель Выглядит все очень цивильно Такие кроватки Три штуки А вообще везде в Африке Очень распространено Это сетка Балдахин Она вот так вот расправляется Сейчас я вам покажу Вот так вот она расправляется И ты в ней спишь Но важное условие Не многие знают Чтобы она работала правильно Она должна быть заправлена под матрас Иначе она может не работать Крыша Видите Соломенная Вот такой вот туалетик Ванна И там Миша Что-то делает Скрипит Что скрипит Твое потертое седло Вот смотрите Крыша Видите Соломенная Полностью Несколько слоев Делается Крыша И вода внутрь Никогда не попадает Такая территория Там бассейн наверху Вот такой вот у нас вид На гору И там уже Конго Леднеется Значит За сегодняшний день Мы успели Прилететь в Уганду Немножко поспать в отеле Восстановить силы Сходить Посмотреть Озеро Виктория Даже немножко Помочить им днем После этого Посетили экватор И поехали В сторону Парка Королевы Елизаветы Чуть не забыл название День не супер насыщенный Но для водного дня Более чем хватит Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова